Приветствую вас, давайте раздарим ваш вопрос. Есть дочь от первого брака. С мужем у них отношения, можно сказать, никакие. Любит только совместного ребенка. А вот свекровь поначалу дочку привычала. Теперь ситуация изменилась. Свекровь и дочка постоянно делает замечания, в мое отсутствие, говорит гарости про меня, что ничего она не умеет, свинья, и я такая же, как и моя мама. Хотя у моей мамы она даже дома никогда не была. В то же время своей родной внучке, дочери мужа от первого брака, никаких замечаний она не делает, хотя та приезжает, ни в чем не помогает, и даже тарелку за собой не вымыть. Меня эта ситуация очень обижает, нет желания общаться с свекровью. Как поступить, не знаю. Ну, как поступить, чтобы что, наверное, так стоило бы сформулировать ваш вопрос, да? То есть, чтобы как-то поступать, да, нужно, наверное, понимать цель. Если цель вы не понимаете, то, в общем-то, в общем-то, и поступать как-то тоже, я бы сказал. Довольно-таки непонятно. То есть, непонятно, как поступать, если не видно цель. Дальше, ну, совершенно очевидно, что свекровь вас ревнует к своему мужу, то есть к своему сыну, вот, ну, к вашему мужу получается. И совершенно очевидно, что как-то вот предыдущая жена вашего мужа была свекрови, по крайней мере, ближе. Так часто достаточно бывает. К сожалению, по большому, к сожалению, так бывает часто. И относиться к этому спокойно, понятное дело, получается не всегда. Я думаю, что есть какие-то основания, по которым вы можете воспринимать свекровь. Как человека, вам не разного, а воспринимаете ее, как человека, который обладает определенным влиянием. Обладает определенным влиянием на вас, причем. И вот это один из таких, как мне кажется и видится, ключевых. В общем, в общем, факторов. То есть это ключевой фактор, что вы не можете воспринимать свекровь как неразного вам человека. А правда заключается в том, что она действительно на самом деле вам не равна. Она никаким образом не может быть вам равна. Но, тем не менее, вывод принимает ее именно так. Интересный вопрос здесь, на мой взгляд, заключается в том, почему. Может быть, делать все в том, что вы себя как-то заставляете заставляете заставлять себя с ней общаться, хотя и не хотите этого. Может быть, все дело в том, что вы в себе не уверены до конца. И сомневаетесь в себе, сомневаетесь, может быть, в своей нужности мужу. То есть тут довольно-таки много есть нюансов. Но то, что вас это обижает, пожалуй, что является вашей проблемой. И можно, конечно же, можно требовать, например, от мужа вашего. Как-то вопрос этот решить можно. Но здесь ситуация заключается в том, что это даст. Во-первых. А во-вторых, если бы муж хотел, если бы он мог, он бы уже этот вопрос решил. Может быть, у вас с вашим мужем не все, так скажем, гладко. И вы переносите это на свекру. Такая ситуация тоже нередко. К сожалению. Поэтому мне кажется, что в определенный момент времени вы стали себя обманывать и чего-то себе не договаривать. с мужем, возможно, ситуация та же самая. Вот на что я обратил внимание, так это на то, что вы говорите, что свекровь не была никогда у вашей мамы. То есть здесь довольно четко прослеживается ваша потребность, что это доказывает. свекрови. Доказывает, что вы хорошая, доказывает, что вы достойная и так далее. Это происходит из неуверенности в себе. Поэтому в первую очередь я бы, пожалуй, обратил ваше внимание на этот аспект. В первую очередь я бы, пожалуй, обратил ваше внимание именно на это. На то, как лично вы реагируете на данную ситуацию и, скажем так, почему вы реагируете именно так? Как реагируете? Вот это, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Я думаю, что ничего страшного не будет, если вы найдете способ донести до своей свекрови ваше чувство и скажете ей о своих переживаниях. Я не думаю, что кто-то заставляет вас с игрой общаться. То есть это, вероятно, делаете вы сами. Вероятно, вы сами себя можете заставлять общаться со свекровью. не желая этого, не хотела этого. Но, согласитесь, это уже немножечко другая история. То есть, иными словами, что делает свекровь? Она выходит на некоторый ваш внутренний конфликт. Она выходит на некоторое ваше больное, может быть, место. вас это задевает, и вы не хотите с ней общаться. Ну, потому что естественным образом не хотите, чтобы... не хотите сталкиваться. с некой болезненной для себя историей. Тем не менее, на мой взгляд, сталкиваясь с болезненной для себя историей, вы так и не узнаете своего... настоящего... отношения к свекрови. Потому что то, что вы не желаете общаться с ней от обиды не... приближать вас к правде. Я думаю, что... справедливо... также было бы сказать, что... обида проистекает из ожиданий. То есть... у вас... есть некоторые ожидания... от свекрови ее... от того, как она будет... себя с вами вести. У вас есть некоторые ожидания... которые... не оправдываются... от чего вам становится обидно. Я думаю, что он... человек, который... говорит такие вещи... как вы описываете... обладает определенными и ценностями... обладает определенные и модели поведения... которые... позволяют говорить о том, что такое... проявление... активности по отношению к вам... не является чем-то... неожиданным... неожиданным. Но... если вы пытаетесь этого избежать... если вы пытаетесь... как-то... как-то... ну... убедить... себя... в том... что... дали снова... быть... по-другому... то, конечно, вам... приходится здесь... сталкиваться... сталкиваться... с обидой... по-другому действительно никак... поэтому это вопрос ваших ожиданий... в первую... э-э-э... в том числе... ну... конечно... хочется спросить... как у вас... отношения с мужем... насколько они... хорошие... удовлетворительные... насколько вам в ней хорошо... и... нет ли у вас... самой... ревности... к дочери мужа... от... первого брака... потому как... мне показалось... что вы... что вы ревнуете... мне показалось... что вы... сравниваете себя... с ней... вот ей... как бы... говорите вы... позволяется одно... мне... говорите вы... позволяется другое... другое... то есть... понимаете... вот это... история про... немного... немало... немало... борьбу... и... поэтому я и спрашиваю... отношения с мужем... у вас... какие... чувствуете ли вы себя... важны в них... и ценны... я намеренно... употребил... здесь именно... такую формулировку... важны... и ценны... в них... а не для него... потому что... вы не можете... почувствовать себя... ценной... для кого-то... ценной... в отношениях... так вот... мой вопрос... касается... именно этого... чувствовать... или... или нет... конечно... начинать... психотерапию... вам... желательно... индивидуально... потом... может быть... имело бы... смысл... привлечь... вашего... супруга... к работе... это... действительно... имело бы... смысл... и... большой... решать... конечно... вам... я думаю... вы... понимаете... то что... скорее всего... ваши ощущения... так просто... вас... не отпустят... я думаю... вы... тоже... богатываетесь... ну... в конце концов... не случайно вы оказались... на нашем сайте... так... поэтому... давайте... вот... наверное... ответим на ваш вопрос... следующим образом... давайте... ответим на него так... вот... вот... отвечаю на вопрос... как вам быть... давайте... ответим на него так... начать... работу... с... психологом... да... выбрать себе психолога... выбрать себе специалиста... которому бы... вы... могли... доверять... которому бы... вы могли... вы могли... поделиться... своими... чувствами... может быть... а... тем... чем... не делились... ранее... ни с кем... вот... и... в общем... в целом... решить... какие-то свои проблемы... которые... которые... ну... по-видимому... по-видимому... сейчас... остаются... не... решены... для... вас... вот... по-видимому... по-видимому... все... всего самого доброго... а... желаю вам удачи... надеюсь... что... мой ответ... был для вас полезным и интересным... буду благодарен за обратную связь по нему... это... позволит вам... начать... работу... над... собой... всего вам... всего вам... самого... доброго... удачи... обращайтесь...